Истории жертвенного духа Тяньши История 26. Во имя прогресса. На пути реформы открытости партия и правительство Китая всегда уделяли внимание приграничным районам, экономическое развитие которых шло недостаточно высокими темпами. И как патриот своей страны, председатель правления корпорации Тяньши, господин Ли Цзинь Юань оказывал помощь и поддержку жителям этих районов, предоставляя возможности для получения образования. В 1997 году господин Ли Цзинь Юань посетил государственного советника Исмаила Аймата и сообщил следующее. «Я разбогател благодаря политике государства, и теперь я хочу часть заработанного отдать государству». В мае того же года на конференции Народного политического консультативного совета Китая господин Ли Цзинь Юань пожертвовал 8 миллионов юаней на борьбу с бедностью в приграничных районах, из которых 4 миллиона юаней предназначались для Тибета, 3 миллиона – для Сен Цзиня, и 1 миллион юаней был пожертвован средней школе при Центральном университете национальностей в Пекине. 4 июня Ли Цзинь Юань посетил Тибет и передал руководству Государственного комитета по образованию автономного района Тибет 4 миллиона юаней, а также пожертвовал 60 тысяч юаней в качестве оплаты за обучение и содержание 34 детей-сирот. 6 июня состоялась церемония закладки фундамента начальной школы в поселке Чабала уезда Цушуй, после которой господин Ли Цзинь Юань посетил дом престарелых и еще несколько малоимущих семей этого поселка и пожертвовал им денежные средства. Осенью 1998 года господин Ли Цзинь Юань снова приехал в Тибет, чтобы присутствовать на церемонии открытия начальной школы номер 2 в городе Накчу. Его приветствовали более 20 тысяч соотечественников в соответствии с тибетскими традициями, размахивавших цветами и полотнищами с изображением Будды. В тот день господин Ли пожертвовал детскому дому Накчу 20 тысяч юаней. 19 октября 1998 года господин Ли Цзинь Юань посетил город Кашгар, Синьцзань Уйгурского автономного района, где передал руководителю Государственного комитета по образованию 1 миллион юаней. 20 октября на церемонии передачи материальной помощи району Хатана секретарь окружного партийного комитета господин Ван Цзинь Ган заявил, на пожертвование господина Ли Цзинь Юаня в размере 2 миллионов юаней мы учредили программы примирования преподавателей, строительства и ремонта колодцев в Хатане и строительства начальной школы в городе Чира. Во время следующей поездки в район Хатана господин Ли Цзинь Юань пожертвовал нуждающимся 200 тысяч юаней наличными. который взял с собой и занял у сопровождавших его коллег. Чтобы собрать денег на обратную дорогу, им пришлось вытряхивать свои кошельки. За выдающийся вклад в национальное единство и прогресс господин Ли Цзинь Юань трижды в 1999, 2005 и 2009 годах был удостоен сертификата «Образец национального единства и передовая личность», присвоенного Государственным Советом Китая. В 2019 году ему была вручена памятная медаль в честь 70-летия основания Китайской Народной Республики от Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Государственного совета и Центрального военного совета Китая.